в общем всем добрый день спасибо что пришли в этот чудесный солнечный петербургский день я сразу с места в карьер хотел бы у вас спросить какое из мест петербурга у вас ассоциируется со словом мистически вот назовите мне какие-то примеры кто литейный 4 5 углов интересно да 5 углов опять углов почему башенка нас еще на углу связи вознесенского садовый да там могут в рыло дать в 2 часа ночи в принципе у нас на гороховой одному так заехали в очках он был правда так ну хорошо да я согласен там но литейный 4 я понимаю почему мистика чем-то счета есть какие-то варианты петропавловка да кстати вот михайловский замок все что-то не очень вы мистически настроенные граждане но я вам покажу сейчас место которое вот на мой взгляд реально мистическое но выглядит вот так и как вы видите мы о нем поговорим самом конце как видите она во первых не очень такое классическое я бы сказал да то есть не барочная нету тут ордерной системы это гостиница корона на набережной реки карповки это современная постройка вот в таком прекрасном состоянии она в общем-то пребывает до сих пор вот это действительно мистическому для меня действительно мистическое место я вам о нем сегодня в конце расскажу в принципе все что вы назвали да можно отнести к к никому мистическому хотя конечно же когда мы это все подразумеваем тут мы сейчас не будем углубляться вообще в терминологии что такое мистика потому что изначально она носила несколько иное общее значение были такие философы мистики и они были мистиками не потому что они там летали на метлах или я не знаю им духе чудили совершенно по другим причинам но я вам хочу для начала представить как 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 мне кажется надо рассказывать про всевозможные вот эти вот мифы легенды и мистику вот это вот сначала как надо а потом как не надо значит как надо рассказывать надо рассказывать но на мой взгляд вот так ой нет извините это как раз как не надо а вот как надо очень долго искал точку на которой будет стоять театр если взглянуть на его рабочие планы то театр поворачивался тубоком к невскому то то значит фасадом к не к невскому то приближался к невскому проспекту то уходил вглубь то есть вот эта точка мучительно искалась есть такая легенда что для того чтобы окончательно прийти к решению где должен быть театр и как он должен быть расположен были приглашены волхвы и именно они и выбрали место где энергия которая пересекаются энергетические поля и идут вверх таким образом здесь энергия высвобождается и актеры говорят что это ощущение когда вы выходите на сцену александринская что-то подхватывает и возносит это ощущение многие актеры испытывают на этой сцене я не почему посмеяли нет ну как бы сейчас мы разберем этот монолог значит сейчас в чапуров до пола фамилия александр чапуров театровед вот эту историю я читал и слышал многократно что действительно это правда что росте действительно очень долго решал где построить александринский театр давайте для начала мы откроем вообще о чем идет речь александринский театр все представляю да то есть это невский проспект там сейчас стоит статуя памятник екатерине второй печатка как его называют некоторые раньше вот там не было и изначально там справа у нас публичная библиотека слева павильоны оничкова дворца тоже все росте строил а на месте вот этого театра раньше стояла постройка по проекту венченса брена она стояла ориентированная не на невский проспект на что невский проспект вообще был второстепенной улице изначально она была ориентирована вообще на фонтанку почему-то и она была совершенно несуразная и внутри там я уже рассказывал как раньше в театрах было то есть вы абонируете ложу сосед абонирует ложу еще сосед абонирует ложу и мы эти все ложи оформляем как вот хотим вот можем обои поклезть красные шторы повесить зеленые и так далее вы заходите туда и как в апраксин двор просто зашли вот то есть у вас зелененькая голубенькая желтенькая все очень красиво и росси действительно очень долго решал где посту точно также с точно с такой же проблемы столкнулся свое время там ада там он еще получается до росси когда он ставил здание биржи на стрелке васильевского острова там еще более жесткая ситуация была да не до него там строил биржу архитектор к варенге автор таких замечательных построек как манеж нас исааки вской смольный ну не собора вот смольный институт где там вперед товарищи стоит было не очень неудачно это здание его раз его приказали значит стоп то есть вот так вот люди подходили градостроительной практики и на его месте тамада там он поставил вот это у здание биржи на 50 рублевой купюре который вы нынче видите он для этого чего только не делал на лодке от плавал даже на воздушном шаре поднимался это тогда был вообще ну как бы застрелиться и не стать но вот таким образом у нас получился такой классический ансамбль но там надо там он там по под тырил везде где мог там и колонны эти вот растрально тоже под тырил и вообще в принципе там парфенон вид сбоку но тем не менее да но вот дальше вот эта история с волхвами значит как ее подает александр чапуров ну во первых большое ему спасибо низкий поклон потому что он говорит что есть такая легенда то есть он не говорит что пригласили волхву он говорит что есть такая легенда уже большое спасибо второй низкий поклон александру чапурову за то что он говорит что здесь высвобождается энергия потому что 90 процентов людей смотрящих битву экстрасенсов сказали бы что здесь высвобождается энергетика потому что у нас у всех сами хорошая энергетика мы все такие вот олигархи владеем энергетическими комплексами которые вырабатывают энергию да вот у меня хорошая энергетика то есть несколько там предприятий или несколько заводов которые эту энергию вырабатывают несколько станций если точнее говорить давайте разберемся кто такие волхвы вообще какие синомии есть у волхвов но это не синоним вот маг нет никогда не матриец волхв это больше колдун чародей и так далее ну шаману можно так поступить я вот кстати не скачал еще одну картинку сейчас я буду искать а пока я буду искать вот что мне надо от вас я не понимаю в этой системе где тут какой-то браузер контекст времени во первых кто император когда росис строил театр вообще александринский театр в честь кого назван александринский театр за зал так честь жены николая 1 александра федоровны вы представьте николая 1 да я уже рассказывал про я же рассказывал про то как николай первый вылезал во все будто он вовсе вот вот они там ссорились из-за того что Николай Первый хотел кресло сделать обивкой пурпурной красной, а Роси предлагал голубой. И вот представляете, Николай Первый, который во всех бочках затычка, и вот он везде все контролирует. К нему приходят, Роси говорят, а можно вот мы театр там поставим? Он говорит, а почему? Да вот волхвы так говорят. Дальше, опять-таки, государство у нас было сугубо православное. Да? То есть и уж я молчу про волхвов, но даже старообрядцев мочили еще в то время. Конечно, не так жестко, как до или после, но тем не менее. То есть это, в принципе, невозможно, чтобы вот театр, который строится во имя, условно говоря, супруги императрицы российской, приходят какие-то волхвы и говорят, вот тут копать. Хотя, опять-таки, я не спорю, что бывают какие-то вещи, ну там колодцы же роются, когда всякие вот эти вот прутики, что-то там еще. Вот у меня на даче так колодец рылся, пришел какой-то чувак там с прутиком что-то там помахал, говорит, вот здесь. Ну и там и выкопали. Вот поэтому это, конечно, ну дичайшая дичь. То есть никакие волхвы, конечно же, никуда не приходили, и то, что там какая-то энергия высвобождается. Ну, мне кажется, если ты хороший актер, у тебя энергия высвободится где угодно. Хоть на болоте, хоть на низком проспекте. Просто как ты себя подготовишь и как ты себя чувствуешь. Проблема как раз у тех актеров, у которых никакая энергия нигде не высвобождается. Особенно это в кино чувствуется, что вот не попал он как-то на энергетический излом в данный момент. Понимаете? Хочется его сразу взять и вот на сцену Александринки, чтобы там снимали. Потому что там, говорят, вот энергия высвобождается. Почему опять-таки это дичайшая дичь? Тому есть подтверждение архитектурное в нашем городе. Вот вам, пожалуйста, Петровские ворота. Это редчайший памятник, так называемого Петровского барокко. Вот. Значит, здесь есть барельеф. Вот этот вот барельеф. Может быть, кстати, я смогу найти его в большем разрешении. Вот барельеф. Петровские ворота. Значит, что изображает этот барельеф? Значит, здесь некий акробат сигает вниз, причем без парашюта, хочу заметить. Внизу стоит некоторое здание и, значит, слева кто-то молится, справа вот такой, обратите внимание, маленького роста стоит человек в римской тоге. В общем, это Семен Волхв падает с неба, а Покрив гласит о том, что когда вообще Петр, ну, не первый, а вот тот самый Петр, да, пришел в Рим проповедовать. То есть, там у него был злостный конкурент Семен Волхв, который много чего умел, а самое главное, он умел левитировать, то есть летать, просто говоря. Вот он стал летать, как бы у Петра вот с полетами как-то было сложнее. И люди как-то больше к Семену Волхву потянулись, поэтому Семен Волхв начал молиться, вот он, ой, извините, Петр начал молиться, вот он тут молится. И Семен Волх, соответственно, упал, потому что Бог так распорядился. Тут, видите, чертики такие милейшие по бокам. А это непосредственно, ну, как вы думаете, кто? Петр Первый. Петр Первый император в римской туге. А это вообще, как бы, такое аллегорическое изображение того самого Петропавловского собора. Хотя оно тут, конечно, ни разу не похоже. Вот это, пожалуй, вот вам свидетельство тому, что никакие волхвы никуда не могли приходить. Потому что у нас вот буквально немножко пройдешься от Александринского театра, и вот Семен Волхв падает на землю. Ну, вообще, это как бы аллегория же на что? То есть, Семен Волхв – это кто? Все тогда понимали. Вот люди жили аллегориями. Вот они понимали, что Семен Волхв – это Карл Двенадцатый, шведский король. Потому что он вот возомнил себя, а не надо, не надо. А теперь я вам продемонстрирую то, как не надо рассказывать про всевозможные… Уже много веков здесь находится центр притяжения зла. Это место позволяет преступникам всех мастей таинственным образом становиться неуловимыми. Именно здесь можно оказаться в другом измерении и рискнуть испытать судьбу. Все это происходит в одном из самых мрачных и загадочных мест Петербурга… Где, как вы думаете? На Сеной площади. Строительная земная живет по своим законам. Открыв вход в иное измерение однажды, она когда-нибудь закроет его навсегда. Ладно, вторая часть марлезонского балета… В народе Сеную стали называть «Чревом Петербурга». Здесь процветали развраты… Да, в народе главное. Весь народ прочитал «Юго» и такой… О, давайте-ка у нас тоже будет «Чрево Петербурга». Извините, я тут плохо вывел, но не важно, что там на картинке, поверьте мне. Возврат, воровство и убийство. Но такая темная репутация была у этого места еще задолго до строительства… Вот сейчас внимание. В 18 веке на месте Сенной площади стоял мрачный лес. Он обладал необыкновенным мистическим свойством укрывать все темное и недоброе, становясь прибежищем для разбойников всех мастей. Стоило грабителю, насильнику или убийце добраться до леса, как у преследователей не оставалось шанса поймать его. Он как будто растворялся в таинственном лесу. Ну, вот это первая часть марлезонского балета. Ну, мы, конечно, можем долго… Давайте, чтобы… Вернем это, чтобы просто пустой экран не был. Мы, конечно, можем долго ржать, но это как вот в случае с жидомасонами и так далее. Я вот читал лекции, все там ухихикивались, но на самом деле вы можете хихикать, конечно, очень долго, но есть огромное количество людей, которые вот это все потребляют в больших порциях, в больших дозах. По поводу дремучего леса. Вот у меня книжка «Синюхаев. Садовая улица». Я очень люблю эту серию непосредственно ленинградскую. Да, привет. Можете, вот, хотите, в первый ряд садитесь. Подвинься, пусти людей. Значит, господин Синюхаев. Очень хорошая серия, очень рекомендую вам. Называется «Прогулки по Ленинграду» либо еще она называется «Туристу о Ленинграде». Они в старых книгах стоят по 50-100 рублей. Естественно, они написаны советским уклоном. Там везде дедушка Ленин в начале и в конце обязательно. Но не проблема, а суть в том, что вообще это советское краеведение там вот за такой бы расстреляли. То есть они очень серьезно занимались источниками информации. И вот, что пишет господин Синюхаев. Возникла площадь в 1737 году, когда на заболоченном участке к северо-западу от большой перспективной дороги позднее Невского проспекта были вырублены редкие деревья и кусты и был разрешен торг сеном, а также соломой и дровами. Ну, как вы понимаете, редкие кусты и деревья с дремучим мистическим лесом, они имеют мало общего. Ну, согласитесь, да? Продолжим экскурс в Прекрасное. Это вторая часть. Но я буквально вам два отрывка покажу, потому что они про разные. Историки, писатели, парапсихологи уже несколько десятков лет говорят о мистических свойствах Васильевского острова, славу которому принесли каменные идолы фиванские сфинксы. Васильевский остров называют средоточием темных сил, излюбленным местом легендарных авантюристов, мистиков и алхимиков. Именно сюда приезжал знаменитый граф Калиостро и загадочный маг Сен-Жермен. Именно здесь должно было осуществиться древнее заклятие земли фараонов. Мне, кстати, странно, что никто из вас сфинксов-то не назвал. Ну, понятно, да? На Васильевском острове есть кто-нибудь живущий, нет? Ну, в общем, готовьтесь. Скоро там разверзнется. Земля под вами разверзнется. Естественно, что совершенно… Опять плохо вывел. Кому не видно, это Александр Шадрин – хранитель магических знаний. Вот у него профессия такая, у него в трудовой книжке стоит хранитель магических знаний. Что он говорит нам? Любая вещь, она обладает взаимосвязью с тем местом, где она поставлена, где она была сделана и для чего-то она была сделана. Вот такая глубокая мысль. Поэтому, когда мы что-то перевозим, мы нарушаем астральные связи. Те устойчивые связи с местом и с другими объектами, которые находились на той территории. Если вы вдруг планируете переезд в ближайшее время, вы задумайтесь, пожалуйста, вы можете нарушить астральные связи? И мне кажется, компания грузовичков и все остальные, они должны это понимать и как-то предупреждать людей, что прежде чем перевезти этот диван, вы подумайте, не нарушите ли вы астральную связь? Не говоря уже о поездке в Египет, да. Сфинксов решили приобрести французы. Значит, это некий Мясников, хрен знает кто такой, некий писатель-историк. И, наверное, сфинксы стояли бы на берегу сены, если бы не случай. А случай был достаточно банальный. Во Франции произошла революция. Вот такой банальный случай. А что у вас в семнадцатом году случилось? Да слушай, да все как-то так. Все очень банально. Там сачала одна, там Сарь отрекся, потом какие-то большевики пришли, красный террор, там семью расстреляли в Сарск. Да так, бутовуха. Не о чем рассказывать буквально. Случай такой банальный. Во Франции случилась революция. Вот так вот я в этом фильме увидел своего знакомого, который с умным видом вещал о том, что да, он учился в Академии Художества. Он чувствовал какую-то тревогу, когда он выходил к этим сфинксам. Ну, это как бы некое такое интро. Я надеюсь, вы прониклись. Мы поговорим сегодня и о сфинксах, но начнем мы с другого. На самом деле, давайте мы начнем с Алексея Толстой. Красный граф, который очень удачно инкорпорировался в нашу систему. Жил в Москве, все у него было прекрасно. Мочил Булгакова, но при этом писал очень достойные вещи. Значит, что он пишет. Вот это начало его хождения по мукам и буквально следующее мы читаем. Еще во времена Петра I дичок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь в колокольни, в потьмах увидел Кикимору, худую бабу и простоволосую. Сильно испугался, затем кричал в кабаке Петербургу, мол, быть пусту. Это тоже очень такая распространенная история. За что был схвачен пытанный тайной канцелярией и биткнутом нещадно. Так с тех пор должно быть и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт, ну не мудрено, мы только что узнали, что такое Васильевский остров. То в полночь в бурю и высокую воду сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император, то к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец, мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу. Я тут нашел книжечку одну, вот я вам крайне рекомендую. Скачать ее, почитать в интернете, я вам сейчас покажу ее обложку. Мистический Петербург. Историческое расследование. Написали, значит, некие Пашков и Нежинский. У них там, наверное, даже есть дальше... Как тут дальше-то? В этой... Висим. Ну, в общем, большое спасибо этим замечательным людям, потому что они там рассмотрели... Я там пару вещей для себя подчеркнул. Вот, Алексей Пашков и Юрий Нежинский. Мистический Петербург. Крайне рекомендую. Рад сделать рекламу и пиара своим там коллегам. Ну, или не коллегам, а просто хорошим людям. И вот чего я оттуда подчеркнул? Ну, вот это прохождение-то по мукам я знал. Потому что хождение по мукам, Петр Первый, это такие хрестоматийные произведения Алексея Толстого. Особенно Петр Первый, это часть, ну, такой идеологической пропаганды. Ну, то есть, мы же все образы, которые с вами знаем, там, Петр Первый, Александр Невский, это же все вот некий такой миф, наверчанный сначала Екатерины Второй, а потом во время Сталина. Ну, точно так же, как Наполеон, если вы приедете во Францию, вам любой француз расскажет массу всего интересного. При этом совершенно не подозреваясь, что это основная масса мифов, это времена Наполеона Третьего уже они появились. Откуда это все случилось? Во-первых, давайте разберемся, где это все происходило. То есть, что за Троицкая площадь такая? Кто это за Троицкий собор? Вот открытка старая. Санкт-Петербург, Тройская площадь. Для Пляс Троицкий. Вот хоть что-нибудь вы здесь можете узнать? Вообще нет. Вот. Вот. Все-таки, все-таки, если напрячься, чего-то мы узнаем. Совершенно правильно. Это Троицкий мост. Дальше пошел Каменастровский проспект. Вот там совершенно правильно вы заметили. Особняк Шестинская, мальчика умненькая, вовремя землицу прихватила. И вот здесь у нас Троицкая площадь. Это, на секундочку, изначально главная площадь города, потому что Троицкая площадь примыкает к Петропавловской крепости. Всегда, когда строится какая-то крепость, это закон города, развития любого средневекового, но это у нас не средневековый город, постсредневековый, вокруг этой крепости начинает формироваться поселение. И в этой крепости, собственно, вот, ой, в этой, извините, церкви, вот Петра I объявили императором. Ему было мало царем, кесарем называться, он решил императором назваться. И с тех пор, как бы, у нас уже появились императоры. Она там стояла довольно долго, эта Троицкая церковь. Ну, и площадь, соответственно, была по ней названа Троицкой, и мост, соответственно, был назван Троицким. Так, это Виктор Цой. Он просто, там рядом дворец великого князя Николая Николаевича Младшего, он там женился. Вот это изначальный вид, вообще, этой Троицкой площади. То есть, на этой площади был первый, значит, кабак, первая аустерия, первый гостиный двор, первая аптека, в общем, там все было первое. Потом это все разъехалось по городу, но все вот там вот. Там же, соответственно, и казни проходили. Ну, чтобы все в одном. И развлечения, и покушать, и посмотреть, как бы, на что-нибудь интересное. Это уже такой девятнадцатый век. Такое полное захолустье. Причем вот это, кстати, виднеется туда в перспективе Смольный собор через него. Такой вот был низкоэтажный город. Видите, деревянный забор какой-то. Вот тоже прекрасная фотография. Вон, обратите, какие дома стоят. Внимание. Собор Святой Троицы. Вот это уже какое-то народное гуляние. А вот хорошая фотография. Это уже снесли эту церковь. И еще, видите, вот это виднеется дворец великого князя Николая Николаевича Младшего. Вот это его дом с Брандмауром. А здесь потом построили дом политкоторжан, такой серый. Кстати, вот еще, обратите внимание, это я только сейчас заметил. Каланча виднеется в свежей части. Вот там вот она располагалась. Ну вот еще один прекрасный ракурс. Вот здесь вот она, вот эта церковь стоит. Это пожарная тренируется. Вот еще одна картинка. Вот это Малечкин особнячок. И вот она уже, так сказать, там был пожар, ее восстановили. Это очень такая распространенная история. Восстановили и вот буквально она прожила немножко и ее потом снесли. Эту Троицкую церковь. Это она уже после восстановления. Это внутри как раз дома политкоторжан. Все. Да, и вот это, соответственно, уже площадь, разбитый ландшафтный дизайн. Как эта площадь, так и Марсово поле. Обратите внимание, нет ничего. Ни деревьев, ни этой церкви, вообще ничего. Вот это там происходило. Вот там вот этот черт, точнее, как там, Кикимора. Кикимора, она там бегала и все крушила, и все, значит, валила. Выяснилось, что Толстой дернул это вот у данного персонажа. Это господин Семевский. Он издавал историческую газету, или даже журнал ее можно назвать. Русский архив она называлась. И там он, соответственно, разбирал всевозможные документы. А потом, поскольку он очень долго занимался вот этой хронологией тайной канцелярии, где вот, ну, это самое интересное, что ли, где-нибудь, кто как кого пытал, кто как, значит, в чем сознался и так далее. Он решил на основе этого написать книжку «Слово и дело». У нас мы, когда говорим «Слово и дело», у нас, естественно, пикуль в голове сидит. А вот нет Семевский. Он написал эту книжку, где собрал все самые интересные моменты. И вот у него есть реально такая вот глава, называется «Кикимора». И там, соответственно, вот такие потрясающие, ну, рассказывается про то, что некий солдат Данилов стоял на карауле возле этой Троицкой церкви. Я уже объяснил, где она была. И вот там он услышал, что кто-то чего-то там делает. Из того, что делать не положено в это время прекрасное. И вот он рассказывает, он рассказал сначала псаломщику, и потом уже тот рассказал всему соборному притчу. «Никто другой, как Кикимора, говорил поп Герасим Титов, относясь к диакону Федосееву, тот расходился в мнениях по этому предмету. Не Кикимора говорил, а возится в той трапезе «Черт». То есть там есть еще некая градация, да, «Черт», «Кикимора», вы имеете в виду. Что, с чего возиться «Черту» в трапезе? Да, вот с чего возиться с ней. Санкт-Петербургу пустить будет. Обратите внимание, что называют еще на старый лад «Санкт-Петербург». Изначально наш город так и назывался на голландский манер. Это он потом стал «Бургом». Да, Петр его задумал именно как «Санкт-Петербург». Вот это источник данного мифа, там еще потом у него есть глава «Колодник», там он тоже, значит, про эту «Кикимору» рассказывает и прочее. Буквально пару слов про этого господина Семевского. Он был не очень, скажем так, ответственный исследователь, мягко говоря. Я вам сейчас покажу публикацию из другого издания, она называется «Исторический вестник». Значит, называется «Литературный курьез». О чем тут идет речь? Речь идет о том, что к одному из авторов вот этой статьи приходит человек и показывает некое издание, которое выпустил этот господин Семевский. Это издание называется «Знакомые». В чем там суть? А суть в том, вот альбом Семевского. А суть в том, что этот господин Семевский на протяжении многих-многих лет бегал за всякими разными людьми, как известными, так и неизвестными, и говорил, оставьте мне вот автограф, вот такой альбом собирай. Это нормально, была практика того времени, вот Пушкин там в альбоме писал всякие стихи и прочее. И они как бы оставляли там разные заметочки. И здесь есть отличнейший пассаж, он вам очень понравится. Его спрашивает, а зачем ты сам-то написал туда? Потому что он пришел возмущенный, что он увидел свой автограф в этом сборнике без его ведома, и это издали. И вот он как объясняет. В общем, он где-то пишет, что это я тогда был либерал, а сейчас-то я уже почтенный человек, и мне как бы негоже такое про себя читать. То есть, как бы за 20 лет его мнение немножко изменилось, и теперь уже как-то неприятно за свои собственные слова отвечать. Вот, соответственно, вот этот Семерский, например, издал такой альбом, вызвав всеобщее негодование, никого не спросив. И себя там присовокупил, естественно, там есть несколько его автографов и прочее. И его обвиняли в том, что он там много и подтасовок делал, и так далее. И в связи с этим вообще ходили истории про то, что он, ну, такой, как бы, знаете, у скандала интриги расследования. И, в общем-то, роман, вот этот его «Слово и дело», он действительно написан по материалам вот этой тайной канцелярии. И, возможно, действительно, там людям много чего мерещилось. Но очень художественно оформил господин Семерский. Но, по крайней мере, вот эта история, она пошла гулять в народ. Значит, следующий миф, который я встречаю постоянно, просто постоянно, он связан вот с этим местом. У меня тут даже есть видосики. Я вам их сейчас покажу. Там просто рядом музыка играет, теплоходик, и, да, стоит. Это Академия художеств. Мы даже по-другому сейчас сделаем. Я продвинутый пользователь Microsoft или чего там. Я сделаю вот так вот. Вот это те самые сфинксы, надписи. Надписи на этих сфинксов, которые, кстати, очень долго не могли расшифровать, но расшифровали в итоге. Вот они. Во всей красе. Так, ну это мы уже видели. Вот это уже прилепили потом. Это грифоны. Их изначально не были. Вот Академия художеств. Куча всяких знаков. Но у меня есть отдельная лекция про масонский Петербург. Я там это все рассказываю. На крыше дамочка сидит, кстати, обратите внимание. Сейчас она будет крупным планом. А, ну это еще вот сфинкс. Бороды у них были уже отбиты изначально. То есть их не здесь отломали. Вот надпись из древних ФИФ. И написано, что перевезены в 1632 году. Ну, потому что до этого во Франции, как мы знаем, случилось банальное совершенно событие. А, вот, кстати, хороший кадр. Вертолет садится. Да, там есть специальная посадочная площадка на том берегу. И там можно сесть вот. Соответственно, если у вас есть вертолет, вы имеете в виду. Ну, то есть вы живете где-нибудь в Зеленогорске? Кстати, изначально этого не было. Так, а где, блин, а где у меня Миневра? Минерва-то? Нет, что ли? Ну, значит, нет. В общем, Академия Художеств. Она связана с именами двух людей. Архитектор Кокоринов и архитектор Вален де Ламот. Вален де Ламот – это человек, который еще построил гостиный двор. Его как раз попросили купцы, чтобы Кокоринов ему помогал, потому что господин Вален де Ламот русского диалекта не разумеет. То есть он по-русски был не бельмесом. Кокоринов – архитектор данного строения. И обратите внимание, это портрет Кисти Левицкого. Если мы внимательно посмотрим вот сюда, то что мы здесь увидим? На этом портрете Кисти Левицкого. Мы видим, во-первых, печать Академии Художеств. Во-вторых, вот этот план, он узнается, потому что внутри Академии Художеств там двор круглый. Вот это план Академии Художеств. Значит, о чем гласит молва? Она гласит о том, что архитектор на чердаке повесился. Да, и с тех пор там, соответственно, ходит призрак и всех пугает. Но дело в том, что архитектор Кокоринов, он похоронен на православном кладбище. Есть об этом запись. А как вы знаете, самоубийц на кладбищах тогда не хоронили. Поэтому это все, мягко говоря, дичь. Но, тем не менее, если вы пойдете на экскурсию или поплывете на кораблике, то вполне можете услышать вот такую историю про то, что вот архитектор там повесился прямо... Некоторые даже не знают, что за архитектор. Просто архитектор повесился. Конец информации. Да, еще одна... Ну, это мне история больше нравится, потому что она не легенда, а такая байка. Происхождение арго вот это фараон. Ну, то есть у нас милиционеров по-разному называются. Называли фараоны. Одна из версий гласит о том, что там происходили студенческие волнения, потому что там рядом здание 12 коллегий, нынешний, так сказать, главный корпус университета. И, соответственно, вот они там вот ходили вокруг этих сфинксов, и их не очень ласково встречали служители права в порядке, которых они за это называли фараонами. Буквально пару слов про этих сфинксов. Они действительно из Египта. Они действительно были привезены к нам по инициативе господина Муравьева. Он действительно туда приехал, увидел этих сфинксов. Это Аминхотеп Третий. Не путайте его с Аминхотепом Вторым. Ну, мало ли, спутаете. То есть, как бы, нет, это Третий. Аминхотеп Третий. Да. На всякий случай вам, как продвинутым египтологам, хочу сказать. Ну, чтобы понимали, это было время расцвета Египта. И у него вообще, у этого Аминхотепа Третьего, здесь, на голове, у него расположен... А, слушай, а может, и вот здесь вот я увеличу в конце, а? Нет, не увеличу. У меня просто был там кадр, где я показывал. Просто на голове у этой Минервы тоже сфинкс. И очень часто, очень любят экскурсоводы задавать вопросы. Сколько сфинксов вы здесь видите? Естественно, никому не придет в голову, что где-то там на шлеме у какой-то, значит, с бронзовой бабы еще один сфинкс. Там просто суть в том, что эту Минерву, ее убрали. Там был пожар, ее ломами разломали. Потому что никак по-другому не скинуть было. Она грозила обрушением. И это здание, оно с 1900 какого-то года, оно постояло без этой Минервы. Ее установили буквально недавно. Туда водрузили, на купол. Есть фотографии старые, где здание Академии художеств без этой скульптуры. Так вот, у этих сфинксов, у них двойная корона. Двойная корона, которая символизирует нижний и верхний Египет. Вот, отгадайте, какая часть символизирует нижний, а какая верхний. Да. Вот, на самом деле, вот эта нижняя корона, она несколько подробно. У нее там еще такой задник есть и впереди такой усик. И это означает то, что он повелитель непосредственно двух Египтов. Вот это, что касается уже сфинксов. Едем дальше. Еще одно мистическое место, которое вы назвали. Это у нас, это у нас, вот что у нас это. Ну вот, я вот так вот нашел такую картинку в интернете. Там на сайте, естественно, масса всяких легенд про Павла I. Но, в отличие от всех других мест, Инженерный замок действительно место мрачное. Я вам не собираюсь рассказывать историю Инженерного замка, и уж тем более я вам не собираюсь рассказывать историю Павла I, иначе мы здесь не уйдем до завтрашнего утра. Но факт остается фактом. В этом самом замке Павла I убили. Причем он его... Вы вообще много замков знаете в Петербурге? Ну то есть замков-то у нас как бы, мягко говоря, не наблюдаются в наших окрестностях. А он его реально строил как замок. То есть вся конфигурация была этим обусловлена. Вот, например, обратите внимание, ну вот этот памятник Петру I. Это, кстати, первый памятник Петру I. Не медный всадник, памятник Петру I I, а вот этот вот. Этот памятник еще по проекту скульптора Бартоломео Растреля, папе вот того Растреля, который построил Зимний дворец. И вот там дальше есть характерная, я надеюсь... Ну вот это вот с другой стороны. Видите, вот здесь видно, канал идет. Моста еще даже нет. Здесь вообще сейчас мост. Мост, ну там улица Пестеля, да? Улица Пестеля, бывшая Пантелеймоновская. И там мост, бывший цепной мост. Вот моста еще даже нет. Вот тоже променад, обратите внимание, моста еще нет. И вот очень хорошая картинка, которая показывает. Вот стоит памятник. И мало того, что вот здесь вокруг канал, так еще вот здесь вот вокруг канал был. То есть это реально неприступная крепость, где поднимались мосты на ночь, где стоял караул, и куда, в общем-то, проникнуть было невозможно. Но поскольку заговором руководил господин Палин, генерал-губернатор Петербурга, то, в общем, все было решено. Ну и вообще там масса... Там в нем даже участвовал комендант этого самого инженерного замка. Уваров, по-моему, его фамилия, я сейчас точно не помню. Как он был построен, по какой схеме? Вот это картина «Развод караула». Развод, ну, вот эти вот все штудии, которые так Павел Первый любил, и из-за которые... Ну, это было очень жестко, на самом деле. Солдатам, чтобы влезть в эти лосины, например, чтобы они сидели, как улитые, приходилось их намачивать и в мокрые залезать, а потом на мороз. Да, потом это надо все время пудрить парик. Так, обязательно, видите, они в камзолах. То есть на улице холодно, они шли в шинелях до непосредственно места проведения мероприятия, а потом скидывали, оставались в камзолах. Ну, в общем, рай земной. Но это касается не только Павла, это как бы... Я не хочу сказать, что при Павле было, и что это в его порядке, да? Это, в принципе, порядки того времени. Так, это не то. Вот, хороший изначальный план. Вот, обратите внимание, конфигурация вообще инженерного замка. Квадрат, а внутри восьмиугольный двор. Это тоже неспроста. То есть вот квадрат, он упоминается в апокалипсисе, как форма небесного Иерусалима. То есть вот Павел строил некий Иерусалим на земле. До него, кстати, еще один человек строил под Москвой. Вы были там в Новом Иерусалиме? Нет? Нет? Никон строил себе Новый Иерусалим. Я там был, очень впечатляет. А восьмиугольник это символ восьмого дня творения. Воскресение Иисуса Христа и начало вечности. В общем, все такое очень символичное, да? Вот, как раз здесь показано. Садовой улицы еще вообще нет. Садовую улицу проложил архитектор... Ну, не он проложил, по проекту архитектор Карла Ивановича Росси. Было проложено, когда он стал строить вот здесь вот Михайловский дворец, нынешний русский музей. Он вот, собственно, эту улицу проложил. Два вот этих помещения, это два помещения Кардегарди, то есть царской охраны, они до сих пор сохранились. Сейчас вот такая аллея идет, да? Куда на машинах нельзя въезжать. А вот здесь потом был построен манеж по проекту того же самого Росси. Вот в такой конфигурации, соответственно, он и пребывал. Моста еще нет. Павел там был убит. И есть такое замечательное произведение. Лесков. Привидение в инженерном замке. Значит, естественно, когда у нас есть место, где умер, простите на секундочку, император, ну то есть вот есть некая комната, где он вечером зашел живой, а с утра он был уже не очень живой. И там подростки, ну вот в пионерских лагерях были, вы же, наверное, рассказывали там в темной-притемной комнате, да, на черной-притемной улице. Вот это все. Естественно, конечно же, там старшие пугали младших вот этих вот кадетов вот этой комнатой. И Лесков пишет о том, что один из этих кадетов, он сумел в эту комнату пробраться. И пробирался-то в течение нескольких месяцев. Дальше что он делал? Он накидывал на себя простыню, вставал на подоконник ночью и зажигал свечу. И так стоял в окне. И, соответственно, все люди, которые приезжали, испытывали массу интересных эмоций. Когда они приезжают мимо того места, где Павел Первый двинул коня, и тут, значит, вот это вот. Его на самом деле, естественно, пропалили рано или поздно и очень жестоко высекли. Это было в порядке вещей, никого это тогда не смущало. А затем он пишет здесь о следующем происшествии. Значит, у них там был директор этого училища. Лангинов, по-моему, его фамилия. Я что-то подзабыл. Ну вот, кстати, да, вот хорошая фотография. Как-то современно уже показывает. И вот с коптера кто-то снял за Бурдаев. Спасибо, господин Забурдаев, за то, что вы сняли с коптера. Очень все хорошо видно. Вот это современное уже его состояние. Уже и мост есть, как вы видите, да. И вот этот двор виден. Церковь. Михайловская. Почему Михайловский замок? Потому что она в честь Архангела Михаила. Вот здесь стоит этот вот памятник. Он здесь не виден. И вот Садовая улица. Вот Летний сад. И дальше был там у них директор, у которого еще была такая привычка. Он когда говорил, он все время гладил нос. И они говорили доить словами нос про него. Они над ним подстебывались. Они ухоронили несколько раз. То есть были такие процессии. Несли чучело. Один раз даже там был такой кадет. Бравый, который сам изображал его. Директор об этом узнал. Очень разгневался. В общем, в определенный момент он реально умер. И поставили четырех человек. Они стояли там в карауле. Там стоит гроб с ним. И они стоят в карауле. И там среди них был как раз один из кадетов, который очень, он очень любил шалить. Ну это нормальное состояние для подростков. И он уже висел на волоске еще до смерти этого коменданта, командира, капитана, директора. И вот наконец он умер. И вот он стоит. И вот, ну понимаете, и хочется, и колется, и чешется. Ну то есть скучно, грустно, да. И он, значит, в какой-то момент подбежал, схватил его за этот самый нос. Сказал, а вот, типа, ты теперь ничего мне не сделаешь. И в этот момент вдруг послышался вздох. Тут надо бы, конечно, погасить свет. Послышался вздох. Какой-то шорох. Этот кадет начал пятиться. Все решили, потому что сейчас труп восстанет. Все эти ружья, соответственно, с ружья сняли и вот так вот поставили. А он еще за этот кадет, когда пятился, он запутался в кисее. И она за ним, как бы, и потянулась. И было такое ощущение, что вот реально вот его что-то не отпускает. И тут вдруг появляется фигура в белом. Абсолютно такая вот с костлявой рукой. Она подходит к этому кадету. Берет его, смотрит на него. Потом, значит, гладит. Говорит, ах ты ж такой вот секой. Подходит к этому трупу. Тоже на него, значит, смотрит. Переваливается через гроб. И там, соответственно, это все. Больше ничего не происходит. Значит, эти дети. Они, естественно, в полном ауте. Но в этот момент заходит их командир и говорит, что она тут делает. Оказывается, это вдова этого командира капитана, которая сама уже немножко не в себе и тоже при смерти. Но вот она ночью пошла, наконец, проведай своего супруга еще раз. И то, значит, дети. Вот такой случай описывает господин Лесков. Это ему рассказал один из запасников непосредственно вот этого инженерного училища. И затем очень долго вот эти все байки, история, они, конечно, травились в этом самом инженерном замке. Почему он называется инженерный? Потому что там потом поселилось инженерное училище, которое на секундочку окончил Федор Михайлович Достоевский. Это тоже большая ирония судьбы. Они приехали поступать вдвоем со старшим братом. Старший брат был здоров как бык. Феденька, конечно же, не очень. В итоге старшего брата колесовали, сказали, ты негоден, а Феденьку приняли. Старший брат отправился в современную Прибалтику, там учился, а Феденька здесь, это была для него большая трагедия. И вот здесь вот есть, вот с этой стороны, когда будете ходить, вот с этой стороны, угловая комната на втором этаже, это вот камора, где он любил сидеть и смотреть горестно на фонтанку. В этом же инженерном замке он придумал глагол, который обогатил наш русский язык, это глагол «стушеваться». То есть он говорил, что там вот когда они чертили, нужно было очень круто стушевать чертеж. И вот, соответственно, с кадетом говорили, он стушевался и Феденька перенял это. И в книжке госпожи Кальницкой, которая сейчас руководит Петергофом, а тогда она работала директором непосредственно, ну это филиал Русского музея сейчас, я вычитал информацию, которая меня просто убила. Значит, когда этот дворец оказался бесхозным, ну Павел умер, все, он никому не сдался. Все радостно собрали шмотки и отправились обратно в Зимний дворец. Вот, потому что он был, ну он был не просушенный до сих пор и прочее. Он уже там 40 дней прожил там, сколько, 41 или 47, я уж не помню точно. Это тоже какая-то мистическая, таинственная цифра, которая имеет значение. Там и надпись, там надпись есть такая, значит, «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Вот 46 букв, и он прожил 46 лет. И вот поэтому, ну естественно, это все появилось после его смерти, что там 46 букв и 46 лет. При жизни Павла никто не думал считать буквы и говорить, сейчас вот 46 и все, до свидания. Так вот, в этом замечательном мистическом здании, чего только не было, например, там был молельный дом для магометян. Попросту говоря, мечеть. Можете себе представить? То есть, вот здесь была мечеть, да, пока туда не заехало, вот, не заехало инженерное училище. Вот это, что касается всевозможных историй про мистический инженерный замок, который вы назвали. Наконец, очень распространенная тема в Петербурге. Что еще? Ну, давайте, например, вот это вот. Ну, вообще, на самом деле, это мистическое свое. Это вот, корали его за то, что он хотел построить. Стопутняк. Я тебе больше могу сказать, я тебе больше могу сказать. Это вот за его грехи, за то, что он хотел быть Богом. Все за грехи наши тяжкие. Он не хотел быть... Он не хотел быть Богом. Нет, он не хотел быть Богом. Дело в том, что раньше, есть еще одна байка такая, раньше же на этом месте стояло вот это здание, летний дворец. Я тут вот буквально вчера водил экскурсию частную для людей, и они мне задали вопрос, почему дворец зимний. Отгадайте, потому что был еще летний. Летний дворец деревянный, на самом деле, был еще один там на Невском проспекте, в районе современного вот этого кинотеатра-баррикада. Между Морской улицей и Фонтанкой, он целый квартал занимал. Вот этот деревянный дворец тоже, кстати, Растрелли построил, тоже, видите, никакого моста еще нет, тут прям такая Венеция-Венеция, какие-то гондолы тут плавают и прочее. Вот Павел Первый... Морской и Мойкой. И Мойкой, да, ну вы же понимаете. Сейчас Толеон, да. Да, сейчас Толеон, но на самом деле, там же Елисеевым потом этот особняк принадлежал, и очень круто они сделали там. Ну там... Вот, поэтому, когда вы прилетаете на вертолете в Петербург, я вам рекомендую еще зайти в Толеон. Павел Первый здесь родился. Павел Первый здесь родился, и есть такая тоже апокрифическая история, что он сказал, хочу умереть там же, где и родился. Вот, кстати, в этой книжке, в Мистический Петербург, ребята очень круто разбирают источник этого апокрифа. Но сломали, сломали этот дворец, и вот именно на месте этого дворца он и построил Михаиловский замок. То есть, все это тоже не просто так. Вот. Да, я всегда люблю задавать вопрос, а что вот это за здание такое? По Теремоновской церкви? Нет, по Теремоновской церкви с этой стороны. Это где? И по Белинского, да. Вот это Белинского. Нет, Белинского с этой стороны. Это с этой стороны. Белинского с этой. Туда уже пошел Невский. Нет, спас на крови Господь с вами. Он еще не родился тот, на месте убийства которого... Это то, что на месте Исаакия стоило? Нет, не совсем. На площади труда? Не совсем. На площади труда, это архитектор Томов, это уже 19 век. Это Думская нынешняя, нет? Ну, близко, близко. Короче, ребята, это изначальный Казанский собор. Вот на месте Казанского собора раньше стояло вот это. Есть знаменитая панорама от Анишкова дворца, там это тоже шпиль виден. Там это более понятно. То есть вот раньше на месте Казанского собора видна была, стояла вот такая церковь. Естественно, со шпицем. Православная церковь, да, со шпицем. Поэтому Петербургу пусто быть. Ну ладно. Покарали мы Павла за то, что он вознесся над нами и решил стать Богом. Поехали, поедем дальше. Двойник. Значит, очень известная история про двойника Анны Иоанновны. Значит, ну вот такая хрестоматийная книга. Пыляй в Старый Петербург. Она здесь, причем, здесь шрифт еще вот этот с ятьями. Это репринтное издание. И что мы здесь читаем. По преданию здесь же было известное неразгаданное явление перед смертью Анны Иоанны. На секундочку, это в Летнем саду. Там был такой дворец. Вот как рассказывают этот случай современники. Тут сносочка. 48. То есть современники. Там дальше понятно, какие современники. За несколько дней до смерти Анны Иоанны караул стоял в комнате возле тронной зала. Часовой был у открытых дверей. Императрица уже удалилась во внутренний покой. Было уже за полночь. И офицер уселся, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой зовет на караул. Солдаты выстрелились. Офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь. Все видят, императрица ходит в патронной зале. Взад и вперед, склоня задумчиво голову, не обращая ни на кого внимания. Весь взвод стоит в ожидании. Но наконец-то странность ночной прогулки в патронной зале начинает всех смущать. Офицер, видя, что государь не желает идти из залы, решается, наконец, пройти другим ходом и спросить, не знает ли, кто намерен императрица. Тут он встречает Берон и рапортует ему. Не может быть, говорит Берон. Я сейчас от государни. Она ушла в спальню ложиться. Взгляните сами. Она в тронном зале. Берон идет и тоже видит ее. Это что-нибудь не так. Здесь или заговор, или обман, чтобы действовать на солдат, говорит он. В общем, короче, выясняется, что вот он возвращает, видит вторую. А ну, а ну, он ее приглашает. Она приходит и говорит, о, это смерть моя. Вот. Вот такая история. Значит, 48. Циферка. И когда мы залезем здесь и посмотрим, что за циферка 48, что это за источник, мы увидим. Смотрите записки графини Блудовой. Давайте же посмотрим записки графини Блудовой. Действительно, вот воспоминания Антонины Дмитриевны Блудовой обязательно, ведь дозволено цензурой. Да. Все как надо в те времена. И она пишет, что один из родственников его батюшки, и я, никак не могу вспомнить его имени, рассказывает, как очевидец, об известном неразгаданном явлении перед смертью Анны Ивановой. И тут она, соответственно, вот это все дело пересказывает. Но, если мы посмотрим вообще на воспоминания госпожи Блудовой, ну, во-первых, она пишет, что это один из самых достоверных рассказов о привидениях. То есть для нее не возникает вообще даже тени сомнения, что могут быть недостоверные рассказы. О самих привидениях, о явлении умерших, и о тех пророческих видениях, в которых англичане говорят, что идущий нам навстречу в будущее происшествие бросает свою тень на землю перед собой, можно спорить и делать разные предположения. Но совершенно отрицать их, точно ли благоразумно? Не отрицайте этого. Не все ли великое, не все ли духовное для человека необъяснимо? Ну, то есть она находится в неком таком экзальтированном состоянии, когда размышляет об этих вещах, и для нее, в принципе, вполне возможно. Сейчас это был бы полтергейст, НЛО и битва экстрасенсов. Вот это она, госпожа Блудова, источник этой легенды. Я ее тоже встречал очень часто. Характерно, что вот в такой же книжке, только про летний сад, естественно, там ни слова вы не найдете про всю эту ахинею, как бы, но вот здесь это есть. Но дело в том, что есть еще одна история, связанная с двойником, и она уже, ну, вот такая, знаете, исходит из... вышла из-под пера человека, ну, не совсем как бы занутого, скажем прямо. Значит, это Петр Вяземский, ближайший друг вообще Александра Пушкина. Надо сказать, что когда Пушкина убили, он был тайно влюблен в его супругу, и после его смерти он, в общем-то, думал на ней жениться. Что, наверное, было бы даже логично, да, чтобы она все-таки попала, но у нее не было желания выходить за него замуж. Она вышла замуж за другого человека, и она сказала, что у нее после этого было все нормально в ее семейной жизни. Господин Ланской, он принял ее такой, какой она была. А это Петр Вяземский, и про него я хочу вам рассказать одну дивную историю. Более того, я вам покажу даже, где эта история произошла. Епископ Порфирий Успенский оставил у себя в дневнике следующую запись. Когда я был еще архимадридом, меня в Александровской лавре посетил князь Петр Андреевич Вяземский. И, между прочим, рассказал мне следующий необычный случай с ним. Что же это за случай? Я в молодости своей не верил ни в Бога, ни в бытие души, ни в загробную жизнь, ни даже частенько насмехался над религией, над служителями ее. Тут надо понять, что молодость его протекала в начале 19 века, и тогда это было, конечно, франдерство, но среда-то была такая очень клирикальная. То есть, это был реально вызов обществу. Но это как в годы моей молодости, на исходе 80-х, начале 90-х, выйти на улицу какого-нибудь Колпина с Аракезом. То есть, в общем-то, примерно так. А теперь я верю и молюсь. Такой переворот к лучшему совершился во мне по следующему случаю. Однажды я ночью возвращался в свою квартиру на Невском проспекте у Аничкова моста. Я покажу, где это. И увидел яркий свет в окнах своего кабинета. Не зная, от чего он тут, вхожу в дом и спрашиваю своего слугу, кто в моем кабинете? Слугами сказал, там никого нет. И подал мне ключ от этой комнаты. Я отпер кабинет, вошел туда и увидел, что в глубине этой комнаты сидит задом ко мне какой-то человек и что-то пишет. Я подошел к нему и, за плеча его, прочитав написанное громко, вскрикнул, схватился за грудь свою и упал без чувств. Когда же очнулся, уже не видел ни писавшего, а написанное им взял, скрыл и до сей поры таю, а перед смертью прикажу положить со мной во гроб и могилу эту тайну мою. Кажется, я видел самого себя пишущего. После этого видения я сделался верующим. Тут надо сказать буквально пару слов. Вы поняли, что, во-первых, он возвращался ночью. Дело в том, что они вели определенный образ жизни, который был связан с определенными возлияниями. Всегда, как правило. То есть у них вошел и пробка в потолок и так далее. Поэтому и все вот эти заседания литературного общества «Разамас» и все такое остальное прочее, вот оно все из этого. Поэтому я хочу предположить такую очень не искусствоведческую и не литературоведческую версию, которая заключается в том, что Петр Вязинский просто был бухой. Я понимаю, что, наверное, это не очень корректно, не очень культурно и не очень правильно так выражаться, но всяко бывает. Я вот один раз, когда в годы своей буйной молодости, когда я был плохой и очень плохой, о чем у меня есть книжка от Косега до штанги, я один раз перепил так называемого молочка. И я там очень много чего увидел. Я там очень много чего прочувствовал. А дело в том, что коллега мой, с которым мы были в Астрахани и собирали определенные, так сказать, гербарии, он тоже перепил этого молочка. И когда я сказал, что мне вот измена, он сказал, что у него, похоже, еще большее. И так вот мы с ним вдвоем очень милую ночку провели. И его отпустило только через, ну, на следующий день, когда мы уже доехали до пивного ларька, и он попил пиво. Поэтому, ну, потом я это все бросил, на всякий случай хочу сказать. Сейчас нет. Поэтому, ну, я, в общем-то, не удивлюсь, что в какой-то момент, особенно после каких-то разговоров, ты приходишь и видишь себя. Но, тем не менее, вот реально человек абсолютно здравый, абсолютно взрослый вот это говорит. Значит, где это произошло? Есть адрес. Есть адрес в Петербурге, где это случилось. Значит, изначально, ну, это вот и знаменитая панорама Садовникова. Я ее отсканил просто. Вот этот дом. Вообще, Веснецкий проспект выглядел раньше вот так вот. Ну, вы, наверное, знаете, что запрещено было строить дома выше Зимнего дворца. Николай I сдал такой приказ. И поэтому Петербург, он был плоским тарелкой. И вот поэтому-то эти все каланчей ставили на свежих частях, потому что все было прекрасно видно. Вот он. Вот с такой вот арочкой. Вот. Вот здесь, соответственно, Петр Вязинский себя-то и увидел. Потом с этим домом произошли определенные метаборфозы. То есть, перед революцией он уже был вот такой. Уже тут появились всякие там рекламки и прочее. Вот, кстати, только сейчас заметил. Франц Сангали. Это магазин изобретателя батареи. Один из магазинов. Их у него было несколько. А потом этот дом превратился... Вот тут, кстати, еще одна очень хорошая фотография. Вот он. Что-то поют тут люди. А потом он превратился вот уже вот в такое. Вот. Кинотеатр Аврора. То есть, это дом, где сейчас находится кинотеатр Аврора. А раньше там находился кинотеатр Пикадилли. Куда господин Набоков ездил с одной своей юной возлюбленной. И там они на последнем ряду как-то пытались уединиться. Ну, в рамках разумного, конечно. Это вот одно из мест, связанное вот тоже с мистическим Петербургом. И чтобы закрыть тему на сегодня, одно тоже из самых мистических мест, это вот оно. Ну что, вы еще живы, да? На 15 минут еще хватит? Да? Так. Вот. Медный всадник. Ну, тоже вот я просто много чего иногда в интернете посматриваю на всякие темы. Есть такая на первом канале, или была, я не знаю, как бы я в интернете это видел, программа Искатели. И там вот они все время что-то ищут. Ну, иногда они ищут по делу, а иногда что-то как-то так не по делу, что ну ладно. Ну, не самая, на самом деле, худшая программа. Я вот смотрел несколько выпусков там, ничего нового, к сожалению, для себя не почерпнул, но мне нравилось, как вот они это все строят. Особенно обидно бывает, когда вот они говорят, зададимся же вопросом, как же это произошло? А ты знаешь, как это произошло? Ну, тебе интересно, как они это будут подавать простому обывателю. Вот через что и через как. И вот там вот в одной из передач тоже говорится, да, что вот первый памятник вообще в России первому Петру Первому. Нет, это не первый памятник. Первый памятник я вам показывал. Он стоит перед инженерным замком. Вот там был первый памятник. Здесь надо, ну, буквально пару слов, могу сказать. Это, понимаете, шанс на миллион просто. Был во Франции человек, который делал вот такое. Ну, это такой ми-ми-ми, как бы, вот, 18 века. Все в диком восторге. Ой, это так прекрасно. Ну, это котики 18 века, да. То есть, соцсетей не было, поэтому, как бы, вот. То есть, такой вот зайенька. Вот он этих зайник наштамповал, вот, просто в промышленных масштабах. Один из таких зайник есть, кстати, в Эрмитаже даже. Вот, Фальконе. Скульптор Фальконе. У него был приятель, Дени Дедро. Екатерина Вторая, она же, ну, была дамой гениальной в плане пиара, поэтому она постоянно переписывалась с этими, со всеми Вольтерами. Дедро их приглашала. Приглашала к себе в гости. Вольтер очень круто ее потроллил. На тему того, как он отказался от поездки. Дело в том, что Екатерина Вторая, она же, в принципе, никто и звать никак. То есть, она там немка из какого-то Нижнепердюйска немецкого, да. И тут, значит, на троне вдруг оказалось. То есть, она... Ей надо было очень, ну, утвердиться. Поэтому она и хотела свой собственный... Она знала про тот памятник Петру. Он знала. Но ей нужно было ее собственный. Понимаете? Она вот начала лепить этот миф Петровский. И она зашла на трон, а мужа ее, как бы, вон, муж умер от геморроидальных колик. Это была официальная версия Петр Третий. И Вольтер ей ответил, что я бы с удовольствием приехал, значит, к вам в страну. Но дело в том, что у меня геморрой. А я слышал, что эта болезнь очень опасна у вас в государстве. Вот такой очень тонкий французский троллинг. Молодец. И не поехал. Но на самом деле ему просто рассказали, какие еще в России дороги. Поэтому он как бы подумал, что он растрясет все. А Дидро приехал. Дидро приехал с целью, так сказать, образовывать вот эту императрицу. Рассказать, как ей еще надо. Он там, знаете, священная особа. Да, там, к ней там ближе, чем на несколько метров нельзя подходить. А он к ней подходил и вот так вот. Ну, вы понимаете, то есть вот так вот там все в шоке просто. Ну, она это все нормально, все это все воспринимала. И она ему говорит, вот хочу памятник. Памятник хочу Петру Первому. Вот. И он говорит, есть у меня один хороший скульптор. Есть. И подогнал ей этого Фальконе. И вот представьте себе, товарищ, который до этого вот лепил вот такое, да, получает заказ, чтобы сделать монумент столицы огромной империи. В столице огромной империи. В центре этой столицы. Да, то есть это концептуальнейший, да, заказ. Царитыли отдыхает. Вот. И он приехал, он его реально сделал. И действительно потрясающий памятник. Ну, мы знаем еще из школьной программы, что у нее были проблемы там с лицом. Долго не получалось. Тогда его ученица Кало, она сделала, ну, как бы не мудрено, она с маски его лепила, да, с посмертной маски. Она сделала лицо Петра Первого. Екатерине очень понравилось. И вот все. И тут недавно ребята с коптера снимали, и выяснилось, что у него зрачки в виде сердечек. Да, у медного всадника, у Петра Первого значки в виде сердечек. Так что немножечко ми-ми-ми все-таки перекочевало. Она заброшена, как в фольканере, вина была. Ну, да, там, ну, есть масса историй. Мы сейчас, мы же, у нас тема-то не в этом. Вот, ну, просто я к тому, вот, какие возможности вообще открывались перед людьми. И, естественно, конечно же, этот памятник стоит на энергетическом изломе. Сто пудово. Тоже, тоже, и в передачах я это слышал, и видел, и прочее, и прочее. То, что это была центральная площадь, и там был напротив первый вообще мост исаакиевский, он был наплавной. Ну, я его могу показать, но тем не менее, мостов не было. И поэтому, если вы станете спиной к Исаакию и посмотрите на противоположный берег, там слева дворец Меншиковы. Петр запрещал мосты строить, чтобы люди как-то на лодках наконец начали плавать на больших. А когда он умер, Меншиков сказал, вот, вот здесь слева, поставьте, пожалуйста, ну, чтобы далеко не ходить. И там, действительно, до сих пор спуски остались, что с этой, что с другой стороны. Со стороны сельского острова, то есть мемориальная доска висит, что здесь был исаакиевский половой мост. Соответственно, мост, по которому все ходят, естественно, площадь, исаакиевский собор тогда, еще ринальдовский, но тем не менее, да, центральный собор. Вот, и там просто логично напрашивался этот вот, значит, памятник. Это как-то вот не учитывается. Во всем надо усмотреть какой-то тайный смысл. И вот он построил этот медный всадник. И этот, ну, во-первых, он бронзовый. Во-первых, он бронзовый, но есть определенный копирайт. Пушкин ас. А, вот что я мне, отличная, заканчивая тему про эту Блудову, госпожу Блудову. Значит, касательно, ну, вы уже видели, да, что вот привидение, чего бы не доверять. И это одно из самых, вообще, достоверных рассказов о привидении и так далее. Значит, Козьма Прутков, у него есть про похороны замечательный стишок, там всем досталось, там многим досталось. Вот и такая. Идут слонофилы и нигилисты у тех и у других ногти нечисты. Ибо если они не сходятся в теории вероятности, то сходятся в неопрятности. И поэтому нет ничего слюнявее и плюгавее русского безбожия и православия. Писал человек в 19 веке. То есть, ну, в крайности не надо вдаваться, да? На краю развертанной могилы имеют спорить нигилисты и слонофилы. Первый утверждает, что кто умрет, тот весь обращается в кислород. Вторый, что он входит в небесные угодья и делается братчиком Кирилла Мефодия. И что верные вести оттудово получила сама графиня Блудова. Это, так сказать, небольшой штришок. Ну, а самое главное же, есть у нас знаменитая поэма, да? Которая звучит следующее. Добро, строитель чудотворный. Ну, вот этот несчастный герой его подходит к этой площади и говорит этому медному усаднику. Добро, строитель чудотворный. Шепнул он зловно, задрожав. Ужо тебе! Показал он ему. И вдруг стремглав бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома, грохотание, тяжелое звонкое скакание. Под потрясенный мостовой и озарен луной бледный, простершая руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. В общем, Пушкин внедрил вот эту историю, которую подхватил потом Андрей Белый в своем романе «Петербург». Если вы не читали роман «Петербург», то я вас хочу предупредить, что это очень сложное произведение не в плане, так сказать, его литературного замысла. А дело в том, что он его дописывал периодически. Он в Германии дописывал его, то есть он писал по частям. И ты когда читаешь, ты видишь просто... Я сначала думал, что это композиция такая хитрая, художественная. А потом я понял, что у человека просто нестыковки чисто логические происходят. Вот он там тоже присутствует, этот скачущий медный всадник и так далее. То есть вот этот образ, который насаждался нашей литературой, он, конечно же, во многом помогал созданию вот этого мистического ареала. Но как только мы вспомним, кто лепил этого медного всадника, вся эта мистика немножечко растворяется. Немножко растворяется. И в конце я бы хотел перекинуть мостик к одной из моих следующих лекций. А, да, 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 да. Значит, гостиница «Северная корона». На набережной реки Карповки. Вот что я вам не показал. Черт. Ну, может быть, мы сейчас найдем это. Там просто напротив очень характерный архитектор прикололся. В общем, в 1988 году, при распоряжении самого Совета Министров СССР, было принято постановление о постройке гостиницы. Гостиницы. Где-нибудь она есть? Это она внутренности. Ну вот. Принтуристы. То есть там должен был быть петь фарш. Спорткомплекс, бассейн, куча кафе, конференц-зал. Ну, то есть для Советского Союза в 80-х годах это было что-то. Начали строить Югославы. И там у них уже во время стройки какие-то стали происходить события. Тут там, значит, какой-то рабочий сорвился, упадет. То есть все, пятый. Потом начались... Ну, вы знаете, что потом началось в 90-х годах. Уже стало недостройки. Их сменили турки. Стали продолжать строить турки. И, в общем-то, достроили, ну, там по разным оценкам, по-разному говорится. Кто-то говорит про 80% достроенного, кто-то говорит про 90% достроенного. Ну, в общем, короче, вот-вот-вот-вот, но почти. И в 1995 году владел уже тогда этим комплексом Банк Санкт-Петербург. И была какая-то юбилейная дата, связанная с этим Банком Санкт-Петербург. И уже было преддверие, собственно, открытия этой гостиницы. И там был банкет непосредственно в этой гостинице. Сейчас там внутренности выглядит вот так. Вот у меня барабанщик, вот проект, который я сейчас делал, он руфер вообще, и он там был. Он говорит, там вообще чума. Там, правда, собаки злые бегают. То есть там, конечно, можно сталкера снимать. Там был банкет. Куда приехал, соответственно, мэр тогдашнего города Собчак со своей супругой. Но они не приехали, они, то есть, их ждали. А приехал туда митрополит петербургский Снычев, он в миру был. А вообще он Иоанн, Иоанн Снычев. Вот он туда приехал на банкет. Потому что госпожа Нарусова очень хотела получить его благословение. Они ждали, ждали, ждали эту чету. Приезжает эта чета. Собчак со своей супругой подходит. Она к нему. Батюшка, благословите. Он ее благословляет. И начинает сползать. И умер. Да. Это митрополит Иоанн Снычев. В этом замечательном месте. Учитывая то, что до этого по разным версиям разные истории рассказывают. Кто-то говорит про одного рабочего, который погиб. Кто-то про нескольких. Еще про какие-то несчастные случаи. Но на протяжении 20 лет практически в самом центре города. Это центр Петроградки. Это лакомый кусок. Стоит огромное заброшенное здание. Сейчас уже идет речь о том, чтобы его даже не перестраивать, а опять снести и заново что-то строить. Потому что земля стоит столько, что там в принципе целесообразно. Но тем не менее, вот вам, пожалуйста, реальная история из наших дней. Причем этот Иоанн Снычев, он был ну такой вот типичный представитель церкви той эпохи. У него там все. Там ежедомасоны и надо канонизировать Ивана Грозного. В общем, весь этот флакон как бы. Вот. Тем не менее. Вот что касается реально мистического места города Петербурга. Сопадение. Не, ну естественно, с какой стороны посмотреть. Да, то есть. Но тем не менее, я могу себе представить, что Собчак почувствовал, когда. Вот. А кто бы я сказал, что потом дочь ей будет президент и баллотироваться. Вон. Но тем не менее, не знаю. Мне это было понятно в 2019 году еще. О чем я, собственно, и снял маленький видосик. Ну то есть, как только она в политику подалась, я сразу понял. Я просто брал с ней пару раз интервью. Я сразу понял, чем это должно закончиться. Но это логично. И оно, собственно, этим вот и заканчивается. Вообще она молодец. Все равно. Как бы узнает, как монетизировать свой образ. Так вот, в конце я вам хочу... Это такой мостик, как и наши лекции, которые, я не знаю, назову ее либо безумный модерн, либо там, не знаю, неправославный Петербург. Дело в том, что... Ну вот, возьмем, например, вот это здание. Это я снимал. Я снимал в белые ночи. Там ремонтировали дорогу, поэтому так мало людей. Это дом Вавельберга. Это Невский дом 7, дом 9. Огромное здание. С ним связана байка о том, что, значит, архитектор сделал двери, на которых было написано толкать от себя. Приехал этот Вавельбер, сказал, что это не мой принцип, напишите, тянуть к себе. И переделал. Я слышал эту байку про очень много мест. И про это тоже. Ну, пусть будет про это. Вот он, со слайдером специально, чтобы... Красиво. Ну, редкий случай, когда вы видите Невский просто не очень заполненный людьми. Я жил тогда на Петроградке, поэтому сел на велосипед и вот где-то в 4 утра туда приехал. То есть такое реально палаццо. Но дело в том, что, видите, оно серое. Серое. Оно абсолютно серое. И в этой серости пропадает очень богатая орнаменталистика, которая присутствует на этом здании. А она там есть и уго-го какая. Вот на каждом этом столбе определенная рожа. И не просто даже рожа, а с очень таким, ну, неким тайным смыслом. Я вам сейчас это все более детально покажу. Ну, вот это главный, главный персонаж. Наш, это Гермес Меркурий. Это языческий бог. Это языческий бог, языческий символ. Это покровитель торговли, поэтому, естественно, все банкиры, все страховые общества, они лепили себе кадуцеи, вот это вот, жезл Гермеса, его изображение и так далее. Но это языческий бог. И вот эти языческие боги на нас смотрят, вы даже не можете себе представить, с какого количества зданий в городе Петербурге. Ну, ладно, фиг с ним, с Гермесом. Ну, Гермес и Гермес. Хотя он как бы помимо покровителя торговли еще покровителя воровства. Но пусть будет. Ну, нет, ну почему, бывает, я хочу свято верить, что бывает честная торговля. Ну, это вот, вот это наш российский подход. Вот, например, такое. Да, вот это кто? Ну, я понимаю, что ты, наверное, один из участников группы Slipknot. Похоже, согласен. Ну, вот это, да, это уже более такая древняя маска из греческой трагедии. А вот, обратите внимание, вот под... Вот это, вы видите, что это такое? Я вам сейчас покажу это. Черепок. Черепок. Животного. Это элемент, который называется букраний. Это архитектор Мариан Перетяткович. Он и построил вот это здание. Вообще, он был известен, на самом деле, совершенно потрясающим спасом на водах. Это такой собор был. Я вам сейчас его покажу. Он стоял на, получается, левом берегу Невы. И его снесли. Здесь прямо, видите, показано, где он стоял. Вот здесь вот спас на водах стоял. А как он выглядел? Вот он выглядел вот так. Это такая церковь на Нерли. Несколько... Совершенно потрясающая была церковь. Там были имена и фамилии всех погибших в Цусимском сражении на стенах. Но снесли, к сожалению, этот храм. Перетяткович вот построил дом Ваверберга. Вот это спас на водах. И еще он построил здание, которое я вам сейчас покажу. Ну вот эти в Украине. Значит, это черепа быков, которые приносили в жертву животных возле храма. И после этого, соответственно, их либо размещали на стенах этого храма, либо сажали на специальный шест. Да, и они стояли. То есть это язычество, умноженное на 10. Вот этот дом Ваверберга, как он выглядел после постройки. А вот это, кстати, здание, которое было на его месте изначально. Здесь, кстати, располагалась редакция знаменитой газеты Сатирикон. Значит, это современное ИТМО, институт точной механики и оптики, на Кромевском проспекте. Изначально это был второй дом городских учреждений, построенный Перетятковичем. Искусствоведы немножко критикуют это здание, потому что ему не удалось здесь, он пытался совместить некую общественную функцию этого здания с городским ландшафтом. Вот эту башенку сюда влепил, которая так не очень пропорционально смотрится. Но, тем не менее, если вы смотрите на это здание, вы особо, как бы, ничего необычного не увидите. Однако, если вы посмотрите вот сюда, на самый верх, вверх, вверх, вы там увидите вот такое. Это еще один Букрани. То есть, это, как бы, череп животного, которого приносили в жертву. Но это понятно, что это такой линк, связь с Древним Римом, бла-бла-бла, потому что вся вот атрибутика. Но, тем не менее, я вам показал такую маленькую часть. У меня тут еще есть, но я пока не буду. У вас нет версии, почему именно Букрани туда? Почему там какие-то другие символы? Почему другие символы тоже на доме Вавельберга присутствуют? Нет, нет, я не знаю. Ну, потому что был определенный набор атрибутики, они его использовали. Ну, то есть, это был некий комплект модный или... Да, 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 это был некий модный комплект, но, опять-таки, ведь как подойти? Потому что вот у нас, ну, ладно. А, я не скачал. У нас ведь была же история, что на Лахтинской у нас архитектор Лишневский, он там построил дом, и там был, ну, демон Мефистофель, как угодно его можно называть, его сбили тут недавно. Ну, вот, то есть, для нас это, ну, скульптура, а для кого-то это, вот, понимаете... Ну, просто он на виду, там, напротив, церковь строят. А вот это как-то никого не смущает. Ну, это еще и... Ну, то есть, нет, ну, это ладно, это фиг с ним, это высоко, ну, хорошо, да, согласен, высоко, но вот это-то... А тоже мало кто рассматривает. А мало кто рассматривает, это ключевой момент, мало кто рассматривает в принципе. Я очень люблю водить там, не знаю, вот москвичей особенно, я-то сам не оттуда ваю, и говорю, а вот, например, мемориальная доска. И вот люди, которые тут вот на работу, вот, один человек, ходил тут, вот, просто всю жизнь, говорит, первый раз это вижу. Понимаете? Ну, правда, мемориальные доски еще бывают такие, что фиг заметишь. А если заметишь, что фиг прочитаешь. На углу как раз... Харитоневского и Мясницкого, там мемориальная доска, что в этом доме, Желчайковский. Мало того, что у нас переулка повешена, а не с Мясницкой, так она еще такими золотыми буквами на каком-то грязно-белое-сером фоне, то есть, ну, просто вот дизайнерский ад. Понимаете? Вот вам, пожалуйста. И вот такого, что в Петербурге, что в Москве, ну, в Петербурге гораздо больше, ну, и в Москве это все есть. У нас просто пруд пруди. И если бы я поставил свою задачу, ну, то есть, просто вы понимаете, тег «Мистический Петербург» это сразу вот как бы, ну, вот, вот, все. Это как бы можно собрать аудиторию. То есть, если вот водить их экскурсию, вот «Мистический Петербург», вот рассказать про этих сфинксов, да, про то, вот, про это «Врата в иной мир», там, траля-ля, вот, то, естественно, это вызывает определенный интерес. Я бы мог вам через эти «Букрани», через такого накрутить тут. Ух! Ух! Вот, но я не буду. Но, тем не менее, вы имейте в виду, вообще, в каком городе вы живете, под какими символами вы ходите, потому что, когда мы будем рассказывать вот про эту историю, я вам расскажу, что случилось, например, с манежем, который стоял напротив Исаакиевского собора, он сейчас там стоит. Но там произошли определенные изменения, потому что Синод сказал, что как-то вот не очень хорошие скульптуры там стоят, мужики вот эти голые, языческие. Вот. И их убрали на другую сторону манежа. Вернули уже только при Сталине. Обратно. И они до сих пор там стоят. Вот, друзья мои, есть какие-то вопросы, пожелания, объятия, поцелуи, я не знаю, что-то еще. И так, я не знаю, просто в дополнение, что Медный всадник отливался как раз-таки на месте старого Зимнего дворца, он был тоже деревянный, там с Аталион. Да, серьезно? Да, и там были мастерские, Екатерина II категорически отказалась туда въезжать. Вот интересная информация, потому что я думал, что его отливали во дворе Академии художеств. Ну вот, по крайней мере, на эти курсы в Аталионе сообщают такую информацию. Слушайте, надо проверить, потому что, насколько... Там оставили его, не стали разбирать, покуда не был сделан этот Медный всадник, там были, ну, типа мастерских у них. И они там... Возможно. Возможно. И, кстати, скорее всего, потому что Академия художеств тогда еще строилась, поэтому возможно. Вот скажу, что вы мне сказали, видите? Век живи, век учись. Даже я. Следующие лекции состоятся 27 и 28 января. В субботу и воскресенье, соответственно. В субботу в Москве в библиотеке имени Толстого на Кутузовском 24 в 2 часа дня. В воскресенье в Петербурге в Сургут-Баре на Гончарной 23, вход в арку и сразу направо в 16.00. Мы прервем ненадолго серию Романова без соплей. Я расскажу про то, как Сталин перекраивал Москву, про город будущего, про все эти неосуществленные и осуществленные планы, про грандиозные замыслы архитекторов и почему это было возможно, а также невозможно. Ссылки на обе встречи есть в описании под этим видео. Там же есть реквизиты, если вы вдруг захотите отблагодарить меня финансово за эти лекции. Хорошо, друзья мои, спасибо. Вы пока вот еще две секундочки не уходите, пожалуйста, две секундочки, потому что я каждый раз забываю вас из фото ружья щелкнуть. Я сейчас это сделаю.